приветствую вас в связи с текущими событиями хочу задать вам несколько вопросов ну и конечно сам отвечу на них а вы или согласитесь со мной или скажете нет наше мнение другой первый вопрос что там с коронавирусом я считаю что все он уже закончился не в смысле болезни болезнь будет продолжаться новость сегодня были попытки некоторых экспертов писать про коронавирус мертвого никто не читает намертво даже если вы сейчас будете писать что каждый день умирает по 10 тысяч никого не интересует цена на нефть перебила новости по коронавирусу намертво что есть то есть второй вопрос кто же виноват в обвале цены на нефть ну трамп сказал понятное дело фейковые новости и россию вскарали меня фейковые новости даже журналисты всегда виноваты это чушь ребят ну понимаете я не я не спорю фейковые новости но всегда обвинять неких журналистов или некий там блогер ну как вы себе представляете ну хорошо даже если блогер что-то страшное написал а в мире это не произошло что блогер цены на нефть двигает да не выдумайте что касается саудовской аравии и россии да путин решил переиграть саудовскую аравию проиграл но не знаю знаете ли вы нет но это уже печатли рассказывали себестоимость добычи нефти в саудовской аравии самая низкая в мире ты целых восемьдесятых доллара за один баррель вот так просто таки просто у них там возможности сша сланцевая сланцевая да да 16 долларов за баррель не не 70 не все это фантазии 16 долларов за баррель в россии добыча нефти около 20 долларов за баррель сразу говорю что вы можете прочитать другие цифры в зависимости от месторождения а в среднем давайте так 20 так что да пока на сегодняшний момент вроде бы нормально но то что путин сделал ошибку ну как с крым действительно постарался играть большую политику и полностью проиграл арабам что есть то есть 3 вопрос что уже будет из рублем за до добавляться будет однозначно смотрите есть данные сегодняшний выходной сегодня 9 марта есть данный подменник значит есть убрать по киеву я беру только официально не беру черный рынок 24 7 25 и 10 в россии 68 и 71 но в рублях но действительно завтра ждут и в украине в россии что на межбанке курс посмотрим любом случае не исключено что мы видим в украине где-то 25 с половиной 25 и 6 но до 26 в россии скорее всего будут пытаться пробить 75 курс но не знаю не знаете паники глаза большие может быть ситуация панический раз а потом до 70 и опустится по этой причине я просто считаю так что первые первые кто покупает доллары может сильно проиграть или вы по той простой причине что да действительно во время таких панических ситуаций можно или удачно купить доллар или удачно продать до вариант третий вопрос это мировой кризис еще раз отвечаю не мировой мировой кризис бывает не очень часто это локальный кризис не серьезно локальный тем более если вы помните но у нас же бал цены на нефть это же не первый раз тем более прощая ваше внимание что действительно были моменты цена нефть падала ниже 40 долларов за баррель был такой понималось чтобы локальный кризис больше всего конечно он зацепит страны которые добывают нефть я так понимаю что ну то что мы понимаем будет россии девальвация рубля скорее все будет девальвация там где белоруссии это будет это да не спорно но украина зацепит меньше хотя тоже однозначно нельзя сказать что только россию к нет украине тоже зацепит причина связана с тем что падает цена на нефть падает цена на руду на металл это понимая в этом году экспорт украины упадет экспорт россии упадет что есть это однозначно туда же спорте что может выручить и украина россию рост цены на продовольствие не шучу но я сейчас на чекахской товарной бирже цена на пшеницу ну правда американскую выросла где-то все падает от образца так что такое да срабатывает может быть такая встряска и нужно для нас чтобы жиру не бесит как вы считаете ну и четвертый вопрос такой немножко наводящий сразу и несколько провокационный прекратить для путин финансировать днр и лнр связи с тем что ну деньги то самому нужны будут ну я бы сказал прекратить знаючи путина знаючи амбиции будет финансировать в убыток бестолкового она ему не надо знаете вот чемодан уже порватый старый затаскан вот этот днр и лнр жалко ну тут уже бить тем более я так понимаю что пару миллиардов долларов всегда можно найти хотя конечно отношение будет уже такой вот такая вот ситуация ну что ж жду ваши ответы на мои вопросы пишите